Добрый день, меня зовут Станислав Мельников, я являюсь продюсером проекта GrabCoinClub и сегодня мы с вами поговорим о GC-токене и не только о нем, об особенностях вообще токенов, ланчпадах, вот этой всей кухни. Сегодня у нас такой стрим по нескольким сайтам, по нескольким удобным инструментом. Начнем мы с основного. Во-первых, я всегда использую MetaMask и вам советую пользоваться этим кошельком, потому что с течением времени он обогнал очень-очень сильно вперед все остальные кошельки. У него очень крутой функционал, который полезен для множества вещей. Это самый поддерживаемый, самый успешный и самый навороченный кошелек и вместе с тем, если какой-то и какие-то функции являются для вас сложными, непонятными, то их можно скрыть. Ну и вообще, когда вы путешествуете по Web3 сайтам, у вас всегда должен быть кошелек активирован. И еще я наткнулся на такую интересную вещь. Я долго не мог зайти на OpenSea и думал, что даже меня блокируют как-то из России, скажем так, специально. Но оказалась такая вещь, что MetaMask конфликтует с другими расширениями браузера Chrome, а в частности он конфликтует с TrustWallet. То есть, если вы поставили TrustWallet и MetaMask в Chrome, то у вас часть сайтов на Web3 может не работать или неправильно работать, потому что они будут подключаться то к TrustWallet, то к MetaMask. И поэтому вам следуют эти дополнения, их включать, выключать, как бы, но не удалять. То есть, можно просто выключить определенное расширение и им временно не пользоваться. Второе. Бывает, что MetaMask у вас есть, вы его вывели сюда, но он не подключен. Тогда нужно ввести свой пароль и подключиться. То есть, MetaMask должен быть в состоянии готовности. То есть, видно, что он включен, видно там ваши активы, ваши токены, ваши транзакции. Напомню, что вот здесь находится название вашего кошелька, который можно скопировать в буфер обмена. И кому-то отправить, чтобы вам отправили и NFT, и токены на сети Ethereum, и на сети Polygon. Это кошелек, который у вас в нескольких сетях зарегистрирован сразу. И на что еще следует сразу обратить внимание, чтобы вот здесь была выбрана желательно правильная сеть. Потому что какие-то приложения работают с Ethereum, какие-то приложения работают с Polygon. В большинстве случаев, конечно, Web3-приложение попросит вас сменить сеть и подписать эту смену сети кошельком. Но лучше заранее помнить, где что вы используете, и заходить сразу с той сетью, с которой вы, скажем так, гуляете. Вот первый сайт, который мы сегодня рассмотрим, мы уже с ним знакомились. Это PinkSale. Это очень большой портал по Web3-технологиям. На сайте очень много различных сервисов, начиная от PinkLock, в котором мы блокируем токены при ранних продажах. Токены мы его блокировали. И уже были у нас стримы по PinkLock, как там что увидеть, как забрать свои токены из PinkLock, когда они уже разблокировались. То сейчас мы пойдем сразу на ланчпад. Есть внизу здесь ланчпад-лист. И чтобы найти непосредственно наш ланчпад, можно ввести просто две буквы GC. Вот он первый сразу появляется в выдаче. Можно сравнить, если кто-то сделает поддельный какой-то ланчпад с поддельным GC-токеном, поставит тот же аватарку. Но, во-первых, у него не будет плашечки аудит, потому что этот аудит перекочевал к нам сюда, от Сертика. То есть мы попросили эту компанию PinkSale проверить наш аудит. Они увидели, что у нас есть аудит на Сертике, и они запустили вот сюда эту плашку. То есть у поддельного проекта не будет никакого аудита. Но, в любом случае, вот этот уникальный номер лучше проверять. Это номер нашего GC-токена. Заходим сюда. Здесь мы видим короткое описание проекта. Мы видим ссылки на наши соцсети. Видим то, что уже ланчпад запущен и будет еще действовать 38 дней. Видим, что подключена трехпроцентная программа реферальная. Но непосредственно здесь у нас наше видео, которое на сайте. Кстати, скоро, буквально со дня на день выйдет новое видео, потому что мы в процессе разработки уже сделано очень много трехмерных моделей и кораблей, и персонажей, и всего остального. И мы параллельно с разработкой решили сделать такое модное синематика 3D-видео трехмерное, которое рекламное будет. Сейчас будет с маркетинга и компанией оно распространяться. Буквально со дня на день мы его здесь разместим, заменим его старое видео новым и на нашем сайте, и здесь. Потому что это уже будет видео игры непосредственно. Так, ну отвлеклись. Как купить GC-токены? Купить их можно очень просто. Вот опять же, видите, появляется надпись «Поменяйте сеть на полигон». Сеть можно поменять вот здесь, выбрать матик полигон. Сменить сеть. И здесь уже непосредственно можно покупать. Вот я уже купил на 5 долларов GC-токенов. Максимум я еще могу купить на 9995 USDT. Это ограничение существует для того, чтобы в одни руки не было куплено большое количество GC-токенов, чтобы у нас, скажем так, не появлялись киты, которые могут манипулировать нашей токеномикой. Сюда вводите значение в USDT, которые вы хотите потратить. Да, и нажимаете непосредственно «Купить». Здесь только придется еще нажать кнопочку «Enable USDT». Это просто подключит вам USDT, скажем так, подключит возможность платить USDT на этом ланчпаде. Здесь, в этом окне, видно, что уже вы купили, например, 5 USDT потратили на ланчпад, и у вас в ланчпаде заблокированы GC-токены. Опять же, почему заблокированы? Потому что ланчпад у нас будет идти 38 дней, и у нас есть хардкап и софткап. Софткап 84 тысячи долларов. То есть мы обязательно должны распродать токенов на эту сумму за этот период, и тогда после этого с ланчпада токены пойдут непосредственно покупателям, причем пойдут они сначала 4%, они упадут к вам на кошелек. Точнее, не упадут, а их можно будет снять с ланчпада. То есть вы заходите на эту же страницу, и здесь будет написано, что ланчпад завершен, вы можете сразу снять 4%, а потом каждый месяц вы сможете снимать 7% каждые 30 дней. То есть та сумма в GC-токенах, которую вы купите на ланчпаде, сначала при завершении ланчпада, то есть через 38 дней, вы сможете забрать 4% от нее, и каждые 30 дней 7%. Ниже у нас располагается программа реферальная, аффилейт-программа она называется. Здесь ваша ссылочка, которую вы можете скопировать, и если вы кому-то дадите эту ссылку, и человек зайдет по этой ссылке, купит GC-токены через этот ланчпад, то 3% не в GC-токенах, а в USDT, 3% вам пойдет бонусом. Опять же, при завершении ланчпада через 38 дней, вы сможете забрать и ваши USDT, и ваши GC, все бонусы и всю прибыльность, которую вы через ланчпад сделали. Здесь идет токеномикс-метрикс, это, видите, вот эта вот часть, она у нас уже раскуплена в GC-токенах, была до запуска ланчпада. Здесь и ангельские инвестиции, и продажи на пресид, и прочие инвестиции. Кому интересно, ну, можно в этих локах покопаться, да, кто участвовал, может найти свои локи. Многие уже сняли GC-токены себе на кошельки, которые там накопились, ну, сразу, которые выдаются 4%. Потом множество еще было заблокировано токенов нашей, при нашей предновогодней акции, когда мы разыгрывали призы и разыгрывали GC-токен. Вот здесь все эти блокировки на 54 страницах хранятся непосредственно, и их можно там отслеживать, анализировать, да, кто хочет глубже, скажем так, в проекте разобраться. Вот. Теперь расскажу о самом интересном. Да, многие считают, что USDT, да, ну, вообще USDT, она существует на разных сетях, вот, и в том числе она существует на полигоне. И это не значит, что если у вас на кошельке есть USDT, они у вас есть, так, сейчас что-то не открывается. Вот, смотрите, у меня сеть полигон сейчас выбрана, и в этой сети полигон у меня вот 34 USDT есть, да, и 11,5 GC-токенов у меня есть. Это не те же самые USDT, которые у вас находятся на сети Ethereum MyNet. Видите, здесь 20 USDT всего. То есть это один и тот же токен, он одного и того же стандарта ERC. Это Ethereum токен. Но обе сети находятся на Ethereum, то есть классическая сеть Ethereum и сеть Polygon. Они обе поддерживают этот токен, но на сеть Polygon он должен быть перенесен через мост. Да. Вопрос, где этот мост искать? Естественно, возникает. И мы с вами переходим к другому интересному сайту. Он называется, опять же, это фирменный сайт от Metamask, фирменное приложение. Набирается так, portfolio.metamask.io. Прямо в браузере открывается ваше портфолио, и система видит, скажем так, более детально то, чем вы владеете на каждой из сетей. Это более удобно, чем сам интерфейс кошелька использовать. Здесь вы выбираете свой счет. Вот видите, он у меня здесь зашифрован. Я себе купил доменное имя, но не суть. Вот он в длинном виде. Сюда можно добавить еще несколько аккаунтов. Еще несколько аккаунтов можно добавить и отслеживать все активы на этих аккаунтах, скажем так, в одном месте. А здесь идет сортировка и выбор сетей. Вот, допустим, если обе сети убрать, то у нас, получается, ничего нет. Включаем сеть эфириум, и на эфириуме видим USDT и непосредственно сам эфириум. Видим баланс 20 долларов у нас USDT, и 0,046 эфира – это где-то 7 долларов. Вот они спокойно лежат на сети эфириум на моем кошельке. Убираем здесь галочку. Не убирается. Вот тогда ставим здесь галочку, убираем здесь. Мы зашли на сеть полигон. И какую картину мы здесь видим? Мы видим USDT, но видите, если внимательно присмотреться, то здесь есть вот такой значочек замечательный – сети полигон. То есть это те же USDT, только эти USDT уже находятся на сети полигон. И здесь у меня их не 20, а 34. И непосредственно сама валюта сети полигон – это матик. Матика у меня вот совсем чуть-чуть, потому что плата за газ в матике очень низкая, и его много можно и не держать. Но вот здесь я хочу заострить внимание. Если вы хотите вот USDT в сети полигон отправить, то у вас газ будет списываться в матиках. То есть если вы на сети полигон владеете USDT и хотите совершить какую-то транзакцию, купить токены или просто отправить ваши USDT, то вам нужно обязательно иметь хотя бы чуть-чуть матика. Доллар, два, меньше доллара. Потому что ваши транзакции в других токенах, они не будут происходить и подписываться. Будет вылезать злая предупреждалка, что у вас нет денег на газ. Вы будете не понимать, почему вы, допустим, хотите тысячу USDT отправить и думаете, что газ будет списываться с USDT, а нет, газ будет списываться именно в матике. Та же самая ситуация и на эфириуме. На эфириуме тоже для транзакций в USDT газ будет списываться с эфириума, потому что эфириум – это непосредственно валюта сети. То есть отправить вам нужно USDT, хоть 100 тысяч долларов, а если у вас нет эфириума, то вы никуда ничего не отправите. И, естественно, если обе галочки выбрать, то можно будет видеть все здесь свои активы на всех сетях. Также есть здесь NFTs. Но они сейчас будут долго грудиться. Здесь есть всякие разные NFT-шки разных в проектах, в том числе и GrabCoinClub, тоже можно их посмотреть. И транзакции, но мы туда не будем ходить, там разные транзакции. Что еще здесь важного и интересного? Вот слева меню, тоже советую в нем покопаться, попутешествовать. Здесь есть возможность купить из разных стран за фиатную валюту разные криптовалюты, в том числе Matic, USDT. Здесь есть свапалка, аналогично Юнисвапу, Сушисвапу, где можно просто поменять одну валюту на другую на одной сети. Заметьте, то есть вы будете обмен производить в рамках одной сети. Если эти валюты на эфириуме, то на эфириуме происходит обмен. Если на Matic, на полигоне, то там будет происходить обмен. И он будет происходить через смарт-контракт, через пулы ликвидности. Не будем это сейчас рассматривать, потому что нам интересен в данном случае мост. Мост нам интересен в том версии, потому что мы хотим, допустим, купить GC-токены. У нас есть USDT на эфириуме, и мы не знаем, как эти USDT перетащить на полигон. Для этого существуют мосты. То есть мы выбираем свою первую сеть, эфириум. Выбираем вторую сеть, полигон. И выбираем токен, который мы хотим перетащить. В нашем случае это USDT. Мы, допустим, захотим перенести 10 USDT. Сейчас она рассчитает, сколько будет этих USDT на полигоне. 9,89 – это как раз-таки комиссия, которая берет мост. Это еще не плата за газ. Так вот здесь, вот так все заполнив, можно перебросить свои USDT с сети эфириум на сеть полигон. Ну, он, видите, у меня ругается, потому что у меня там всего лишь в эфириуме комиссии высокие. Там больше 10 долларов нужно за газ заплатить. У меня там порядка 7 долларов лежит. То есть мало эфириума. И поэтому он не дает мне совершить эту транзакцию. То есть если я добавлю сейчас себе на сети эфириума больше эфира на кошелек, то у меня эта кнопочка загорится, и я смогу перебросить эти USDT с сети эфириум на сеть полигон. Опять же, когда мы их перебросили на сеть полигон, то тогда уже можно вернуться на наш ланчпад, выбрать здесь сеть Matic Polygon, сменить сеть и здесь уже вбить ту сумму в USDT на полигоне, на которую вы хотите купить токенов и нажать на покупку токенов. Причем вот эти моменты покупки, все основные моменты, буквально вчера появились 4 обучающих видео по работе с ланчпадом, по работе с мостом. Там это все, может быть, не так детально, но шаг за шагом оно у нас есть, зафиксировано на YouTube. Поэтому вы всегда можете, не запомнив, скажем так, то, что я рассказываю на сегодняшней АМА-сессии, вы можете всегда зайти на YouTube и все эти моменты вкратце, вкратце очень быстро посмотреть и вспомнить. Хорошо, погуляли мы здесь. Здесь есть еще всякие разные тоже приложения. Здесь можно стейкать эфир, можно там делать себе ватч-лист, как-то настраивать все это. Это мы уже не будем рассматривать. Важно здесь самое, это портфолио, это мост между сетями. Еще что я хочу показать, это то, что вот мы говорили о том, что USDT на сети Polygon и USDT на сети Ethereum это два абсолютно разных адреса токена. То есть это две разные монетки на разных сетях, просто они называются одинаково, имеют один и тот же стандарт токена. И в доказательство этого вот смотрим. На Polygon Scan токен Tether USDT он имеет непосредственно адрес контракта вот такой, видите, заканчивается на 8E8F. Имеет капитализацию всего лишь на самом деле 771 миллион долларов. Ну, потому что токеном USDT на Polygon пользуются редко. В основном все пользуются токеном USDT на непосредственно сети Ethereum. И заходим сразу же на Etherscan, тоже там находим токен Tether USDT, и видим, что у него здесь капитализация аж 32 миллиарда долларов. То есть на Ethereum этого токена очень и очень много. И видим, что контракт заканчивается, видите, совершенно на другие цифры. То есть это совершенно другой адрес контракта для этого токена. Поэтому мы говорим о том, что это два совершенно разных токена, а чтобы получить из одного другой, то их можно перебрасывать через мост, который программным способом, скажем так, меняет один токен на другой. Я думаю, что на этом все. Все, что знал, как говорится, на сегодня рассказал, всю новую информацию донес. Я думаю, сейчас можно выключить запись и уже пообщаться, поотвечать. Продолжение следует...